Это территория обычной стоянки, прилегающая к местности гаражного кооператива, прямо напротив краснознаменного пограничного отряда имени Дзержинского. Еще буквально пару недель назад эти стены были пустые и безликие, однако сегодня у них есть не только уши, как принято считать, стены уже могут о многом рассказать. С помощью баллончика с краской и, конечно же, таланта граффитистов здесь появляется своя история. Как-то так сложилось, что граффитистов считают вандалами, хулиганами. И стереотип этот обоснован. Язык не поворачивается назвать художниками тех, кто портит непонятными никому надписями стены домов, мраморные парапеты, но граффити – это настоящее искусство. Вопреки сложившимся стереотипам, в которых виноваты горе-художники, граффити – это не вандализм и не хулиганство. Напротив, настоящее искусство. В доказательство совместной инициативы представители администрации Ленинского района города, районного комитета БРСМ и руководство погрангруппы придать новый облик безжизненной стене. Поводом задуматься, что здесь сделать, как обустроить вот этот уголок, наверное, послужила беда, которая произошла года два тому назад. Ураган здесь повалил забор, причинил материальный ущерб работникам и военнослужащим погрангруппы. Поэтому, когда это все открылось, забор упал, открылась неприглядный вид этого уголка. Мы долго думали, как нам исправить ситуацию, и где-то коллективно пришли к выводу, что здесь не просто сделать фасады индивидуальных гаражей, а здесь приобщить к этому делу движение граффитистов. Брест меняет облик в преддверии своего тысячелетнего юбилея. Окончательно творческая идея – воплотить себя в жизнь к миллениуму города. Изображения памятника тысячелетия Бреста и логотипа города уже эффектно запечатлились на стене. На очереди рисунки других тематических объектов. Знаменитого фонарщика, ЦУМа, железнодорожного вокзала, священные цитадели, памятных мест Брестской погрангруппы. К слову, проект еще в разработке. Затея хорошая, потому что в городе на самом деле много есть стен, мест, которые можно обыграть рисунком каким-то интересным, и к этому месту привлечь внимание людей, горожан. То есть они там будут чаще их посещать, делать фотографии, и это будет только, не знаю, плюс для города. То есть можно из каких-то обычных стен делать достопримечательности. Их движение заслуживает внимания, и нам, как власти, не безинтересно, чтобы их вот это движение давало позитивный результат для города, для района. В этом мы заинтересованы. Это благое дело. Удивительно зрелищную картину уличного искусства можно увидеть на пограничной заставе «Огородники», которая недалеко от Бреста. На стене изображение пограничников, как символ мужества и самоотверженности. Их подвиг в далеком 41-м нашел свое воплощение в граните, в камне, в железе. В 2017-м появилась идея осовременить его через уличное искусство. В этом году исполняется 50 лет. Это будет 8 сентября, как в 8-й пограничной заставе нашей пограничной группы было присвоено имя героя-пограничника Ивана Петровича Беляева. Чтобы привлечь молодежь, заинтересовать ее в воссоздании подвига, в увековечивании подвига пограничников. Поэтому мы с такой идеей обратились в Ленинский районный комитет Общественного объединения Белорусско-Республиканское союз молодежи. Собственно говоря, нашли поддержку и понимание. Ну и разработали проект, утвердили его. И вот он уже на сегодняшний день нашел свое воплощение здесь на стене. Это не молодое движение, ему достаточно много лет. Но вот именно у нас в городе мы хотим его всячески поддерживать, развивать. И еще раз доказать молодежи, что граффити это как искусство все-таки больше. Вот некоторые путают граффити как вандализм, да, и граффити как искусство. Все-таки граффити это как вид искусства. И мы всячески поддерживаем молодежь, которая этим интересуется и готовы предоставлять объекты на территории города, области, для того, чтобы они могли реализовать свой творческий потенциал, чтобы, скажем, превратить объекты действительно в знаковые и красивые. К слову, благодаря легализации граффити в специально выделенных местах специалисты отмечают снижение количества хулиганств среди несовершеннолетних.